Субтитры создавал DimaTorzok А слушай, я так живу, это моя жизнь, я так всегда жил, не надо пытаться меня изменить, мне так нравится, ну вот, ну зачем это делать, зачем? Слушай, мы уже все обсудили, сколько можно? Сядь, я сказал, сядь, сядь, типа добренькая, типа друзьями расстались, да? Замечательно, очень хорошо. Хорошо? Ага, слушай, я не спала всю ночь, я хочу домой, спать, а ты меня достал, пусти. Ну и вали отсюда, понятно? Вали. Пошла! Ты самая лучшая, самая добрая, самая ласковая, самая замечательная, я не знаю, господи, от тебя свет какой-то, прям как от иконы идет, господи, я не знаю, что я говорю, ну видишь, я тебя люблю, я делаю все, что нельзя делать, все, чтобы не уходить. Да ушел бы ты уже, наконец. Я не могу. Да я, значит, могу. Я похудел на 20 килограмм. А я тут при чем? У меня язва. Пить надо меньше. Спроси, из-за кого я пью, вот из-за кого? А, действительно, из-за кого? Саня, у меня живот болит. Вот здесь вот, понимаешь? Вот здесь. Вот здесь живот болит. Это не живот, это ты. Это ты у меня внутри живота сидишь и болишь, понимаешь? Болишь, ноешь. Ты мне всю душу вымотала, весь мозг вынесла к херам собачьим. Я тебя ненавижу, поняла? Ненавижу. Чего ж ты врешь? У тебя кровь. Что? Голову запрокинь. Голову запрокинь. Сейчас. Черт. Сейчас. Ой, блин. Сейчас, сейчас. Сейчас. На, 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 на. Сейчас все пройдет. Сейчас я за гору прочитаю, все пройдет. Все, сейчас. У паучка болит, у мышки болит, у сороконожки болит, а у Сашеньки моей, у любимой девочки ничего не болит. Здорово. 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 Ну что, как обычно? Кофе налей. Кофе безлакогольный. Я знаю. Из пост. Ну, вроде того. Девушки отдыхают. Продолжение следует... Девушки отдыхают. КОНЕЦ 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 Мостфильм. Сколько? Сто. Сто мало будет. Блин. Давайте часы вам подарю. Хорошие. Зачем мне часы? У меня вон свои. Ролекс, золотые. Давайте я вам всю дорогу буду анекдоты рассказывать. Очень смешные. Саша. Ольга Ивановна. Что, и дома не ночуете? Прячьтесь от меня, что ли? С чего вы взяли? Телефон у вас выключен. А с этим вашим, как его, разговаривать бесполезно. А, так он… Я только напомню, это четверг день оплаты. Ольга Ивановна, так ведь неделя еще, правда? Задержите как прошлый раз на полмесяца, попрошу съехать. Да, терпеть не буду. Да, я не благотворительная организация. Да, это вы богема, вам все можно. А я простая пенсионерка. Вы телевизор смотрите? Нет, а что там? Я так и знала, а там много интересного, Саша, очень много, да. В стране инфляция, кризис, рождаемость падает, преступность растет, пенсионеров грабят, убивают, всех насилуют. Пенсионеров? Да, я порядочный человек, Саша, я порядочный человек. Я же, я же столько терплю от вас, соседи жалуются. Вы топаете, дверью хлопаете, смываете громко. И потом вы это, моль завели? Моль, да? Да, она же обои сожрет и ковер, да? Да, моль, ковер, он же из Польши. Новый совсем, тридцати лет нет еще, она же его как пить дать сожрет, тварь такая. Какая тварь? Никакая. Моль, я же терплю. Поэтому я говорю, что повышают плату за квартиру с этого месяца на двести долларов. Как, Ольга Ивановна? До свидания, Сашенька, дорогая, всего доброго. Всего доброго, творческих вам успехов. До свидания. Сашенька, а вы мне контраварочку сделаете на три лица, да? На выходные, на премьеру, да? И места получше, поближе там, да? Хорошо. Спасибо, Сашенька. Конечно. Спасибо. Сашенька. А, здрасте, Регина Ивановна. Опять опаздываете? Да. Не выспались? А выглядите очень хорошо. Да? Спасибо. Ага. Саш, а Андрей Павлович, я вас спрашиваю, я сказала, что вы на репетиции. А это вот, Саш, студенты ваши передали. Спасибо. Десять утра пришли. Да, конечно. Саш, вам нужно обязательно зайти в бухгалтерию. Обязательно. Написать отчет о прошлом месяце. Я зайду обязательно. Хорошо, хорошо. И более, более внимательно к пластике. К пластике более внимательно. Должен полет, Олег, быть. Полет, как будто на дерево, на дерево. А ты за ним тянешься, 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 как кошка тянешься. И вниз падаешь, вниз падаешь. Ты как бы хочешь вырваться, вырваться от нее. А она пристает. Прилипай. И давай, в текст, дальше текст. Я не люблю тебя. Я не люблю тебя. Не-не-не, более, более яростно. Я не люблю тебя. Я не люблю тебя. О, хорошо, да. Отдай мне. О, отлично, я верю. Где же Гермия? Гермия, это из другого, из другого соткано слова. Из другого образа. Как бы из паутины, видения. Но где же... Где же Гермия? Не-не, не покрикивай. Гермия, Гермия. Ну где же Гермия? Да, хорошо. И где? Гермия, Гермия. Гермия, Гермия. Да, да. Гермия, Гермия. Да, давайте сделаем перерыв 10 минут. Сейчас хорошо. 10 минут сделаем перерыв, и потом продолжим опять. Может быть поменяемся. Давайте. Дмитрий Николаевич. Да. Дмитрий Николаевич, я... Внимательно слушаю. Дмитрий Николаевич, понимаете... Я все понимаю. Я, в общем, я... Беременна. Я нет. Почему беременна? Нет, я просто... Просто не выспалась как-то. То есть, проспала. Куда там в таком возрасте и с такой внешностью еще и высыпаться? Я в другом смысле... Я тоже. Думал, хоть совет придется отменить. Ты представить не можешь, чего мне стоило уговорить Кастинка отдела организовать тебе эту пробу. Спасибо большое, Полина Сергеевна. Это твой последний шанс городский. Да, я понимаю. Да, и еще. Невероятно. Это их креативная. Была на каком-то твоем спектакле. Короче, видела тебя в твоих театральных окопах. Говорит, талант. Так сказала, правда? Ну, как-то так. Способный, говорит парень, незасвеченный. Типаж нужный. Ну, слава богу. Бежать, что надо. Так что, если получишь эту роль, сможешь расплатиться долгами и год на два забыть про деньги. Полина Сергеевна, я помню, что я вам должен, просто... Да ладно, я же знаю, что я не единственный твой кредитор. Что такое сонное? Текст учил. Зря учил. Там поменяли все. Полина Сергеевна, про что это? Это тонкая психологическая драма, друг мой. Режиссеру нужен открытый лиризм, яркий темперамент и нежность. Понимаешь? Интеллектуальная такая нежность. Нужен молодой Фринф. Лес, значит, из зеркал и цветных стекол. Нет, нет. Это я понимаю. Это иллюзорность жизни, хрупкость взаимоотношений. А баба Яга против. А почему, Андрей Павлович? Потому что зеркала и совокупления отвратительны, ибо умножают количество людей. Не знал, что вы такой противник совокуплений. Я противник зеркал. Дорого, небезопасно. Нам же хватает денег. Мы же можем посмотреть более дешевые варианты. За тысячи лет технологии изготовления зеркал ничего нового не придумали. Статизированных заменителей песка просто не существует. Бог ты мой. Это ж уже за песок такие деньги. Дмитрий Петрович, я прошу, не надо так нервничать, не переживайте. Света утверждена. Спектакля мы вашего ждем, возлагаем на него большие надежды. Сборы падают катастрофически. Никто, извините, чепчиков в воздух не бросает. А здесь Шекспир, сон в летнюю ночь. Это ваш спектакль. Ладно, а Александра, вы уверены вообще, что нам нужны эти шик-блеск красота? Я начинаю сомневаться. Может, за счет костюмов ужмемся? Ну, зачем все эти турнюры, гипюры? Дмитрий Николаевич, почему вы молчите? У нас же с вами были и другие, более бюджетные варианты. Еще же не поздно что-то изменить, подкорректировать. Вот, помните, у нас с вами был вариант Б? А также еще вариант В. А, вот, пожалуйста, вариант Ж. Пожалуйста. Вы у нас кто? Градский Игорь, 29 лет. Готовы? Да, текст учил. Зря учили, там поменялось все. Градский Игорь. Тут же про милицию. А что вас смущает? Нет, мне просто сказали, что это тонкая психологическая драма. Правильно сказали, это тонкая психологическая драма. Про милицию. А мой герой, он тоже… Что тоже? Он майор милиции. Раздевайтесь. Зачем? Надо посмотреть, в какой вы форме. Вот как-то так. Спортом занимаетесь? Прыгаю, бегаю… Отжаться сможете? Прямо сейчас? А когда еще? Достаточно. Давайте посмотрим на вас романтическом ракурсе. Да, конечно. Возьмите Мариночку на руки и давайте по тексту. Может быть, мы порепетируем разок? А может, вы нам что-нибудь сыграете? Уедем с тобой, зеленоглазая моя, в тайгу. Сейчас не могу, три висяка в отделе, пойми. Ну, раскрою, сразу же уедем. Будем рыбу ловить, грибы собирать, ягоды. Любишь грибы, малышка? Современно, концептуально, а главное, втрое дешевле. Сценическое пространство – это большая мясная лавка. Вот по центру огромные разделочные доски. Тут, значит, топоры, ножи, катки с кровью. Здесь ящики с костями и прочей требухой. По вертикали пространство разделяют огромные туши мяса, свисающие, знаете, на таких железных клюках. Можно даже на гипсокартон не тратиться. А туши брать настоящие, просроченные, на каком-нибудь мясокомбинате. И запах будет настоящий, аутентичный, так сказать. Тоже средство художественной выразительности. Спектакль с душком – это же бомба! Зритель валом пойдет, вся критика будет наша. Александра, вы прям такая кровожадная, да? Да что вы! Я вообще вегетарианка. Все ради искусства. Послушайте, а это не повлияет на общую концепцию спектакля? У нас же спектакль о любви. А в этом деле мы все мясники и туши, иногда в одном лице. Вот влюбленность – это же удар электрошоком или ножом под дых. Точный смертельный удар профессионального забойщика. А дальше – боль, кровь, потроха, мозги в смятку, кишки наружу, жилы на веревках, печень налево, сердце направо. Все это рубится, режется, перемалывается, отбивается. На выходе – мягкий, податливый фарш, все такое свеженькое, готовое к употреблению. Кого-то, конечно, выставят на продажу и съедят за милую душу. А кто-то так и сгниет в морозильной камере в ожидании чего-то большого и светлого. Да, похоже, мне нужно пересмотреть мое отношение к зеркалам и совокуплением. Градский, что вы делаете? Играю объяснение майора Зорькина и опера Фадеевой. А зачем вы смотрите на Марину? Вы в камеру смотрите. Я же как-то с ней взаимодействую, я же ей объясняю. Еще дубли, не врите по тексту, там не рыба, а сетр, он ее зовет осетра ловить, чувствуете разницу? Вы знаете, нет, а какая разница? Это авторский текст. Ну, не Чехов же. А вы сюда пришли Чехова играть? Нет, я просто не понимаю, разница ваша… Тогда поехали! И не умирайте в конце, нам нужен открытый лиризм и страсть, понимаете? Давайте поцелуйте ее, грубовато так, с напором, как майоры целуются. Знаете, я не знаю, как майоры целуются, я могу просто по тексту как-то… Не будете целоваться? Вам что, Марина не нравится? Очень нравится, просто я не понимаю, зачем целоваться? Полина Сергеевна, это вы кого мне привели? Это что за херня? Это Брэд Пиевич, Ошка Луни, я не понимаю, это кто тут передо мной стоит? У нас проезд для федерального канала! Слушайте, идите мне в шопу. Это кто тут пришел Чехова играть? Осетра он запомнить не может! Саша, вы меня извините, я утром как-то… В общем, тиран и самодоль. Вы меня простите, пожалуйста. Вам чем-то помочь? Да нет, это обычная бессонница. Мне здоровье нужно. Завтра со Светом разберемся, пройдем по первым актам. В общем, выжму из вас все соки. Мякоть оставьте. Не обещаю. Градский! Вот ты где! Скажи, Градский, что ты вообще о себе вообразил? Полина Сергеевна, у вас не будет пяти рублей, а то у меня не хватает. Знаешь, где у тебя Градский не хватает? У тебя мозгов не хватает! Вы меня поймите, для меня это как-то все слишком высокохудожественно. Ваш этот режиссер мыслит понятиями «я в искусстве». Зачем я ему? Мне деньги нужны. И потом, я пью, курю, у меня изо рта плохо пахнет, язва. Ну, какой из меня герой-любовник? Какой открытый лиризм? Какая интеллектуальная нежность? О чем вы? Я не понимаю, Градский, ты хочешь быть звездой или нет? Полина Сергеевна, цель творчества — это самоотдача, а не шумиха и неуспех. Ну, знаешь что? Пошел ты! Ну что, господа постановщики, где люстры? Они уже должны быть на сцене. Лучше покрасили, вон там, не сядут. Кто красил? Я вам другие образцы поносила. Да вы не волнуйтесь, Александр Николаевна, все будет как в Голливуде. Давай, ходи. А я и не волнуюсь. Это вам нужно волноваться за свой Голливуд. Уже два дня обещаете мне, что колесики в вашем шерме на декорации будет нормально разъезжаться, а не что? Покажи, с гидравликой что это? С чем, простите? С гидравликой. С гидравликой. С гидравликой. Давай, ходи. С гидравликой. Дамка, все, господа спортсмены, олимпийская игра окончена. А сейчас дружно встаем и идем делать колесики. С гидравликой. Давайте посмотрим на ваш Голливуд. Это что за золото Маккены? Смотрите на образец. Это темно-бронзовый. А это какой? Вы разницу видите, нет? Держите. Степан Петрович. Хотите, чтобы здесь во втором акте висели? Хочу. Так это, там же и зеркала, ну лес. И что? Ваши волшебные, да ничего. Но придется крюки делать в электролебенке этой. Степан Петрович, я вас умоляю. Посиди. И падуг еще, и зеркала, и две падуки. Я, Александр Петрович. Давайте, давайте оставим одну. Ну, пожалуйста. Степан Петрович. Я чего? Я чего? Слушайте, вы бы пошли лучше на сцену заглянули. Посмотрели, что вы там намонтировали. Вы же декорацию не закрепили. Там же на соплях все. Ой. Ну, ну-ка вы в соплях понимаете, Александр Николаевна. Федька. Петров. Опа. Здорово. Игорюня. Здорово, дорогой. Здорово, брат. Здорово, красавчик. Как ты, а? Ну, блин. Чё ты? Уходил? Совсем. Ролик готовлюсь. Ага. А чё за проект? Там девочка-режиссер. В общем, авторское кино. Ну, репетирую. А, я понял. Ну, я у тебя вот не снимаюсь. Ну, правильно. Да-да, молодец. Ты-то чё? Как? Ты? Я? Нормально. Ну, вот сейчас подписал контрактик на семь серий. Опа. Да-да-да. Поздравляю. Нормальненько. Спасибо. Чё, мент? Спасибо. Почему мент? Майор ФСБ. Нормальная, кстати, жесткая история такая. Ловлю бицкого маньяка. Поедем в Тверь. Съемки довольно, кстати, опасные. О, нормально. Трюки сам выполняю. Ну, там. Партнеры хорошие. Федь, дай деньги. Дай в долг отыщенку. Спасибо, дорогой. Ты ж мне должен еще? Ты чё? Ты когда? Ты ж сколько? Пару лет торчишь? Забыл. Забыл. Прости, верну. Когда? Ну, отдам. Спасибо. Давай. Давай. А, Игорюнь. Да. Слушай, раз такое дело, знаешь что тогда? Ты можешь вот на свой проект, ну, там, закинуть пару фоток. Сейчас. Вот это. Вот это. Там где-то подписанные были. Сейчас. Вот это хорошее. Хорошее? А? Сейчас еще с улыбкой. Вот это. Да. Ну, вот ее возьми. Вот он. Ну, мало ли что. Да? Сделаешь? Красавчик. Женщины всего мира, с нами объединяйтесь! Женщины всего мира, с нами объединяйтесь! Бедный, бедный, жена, жена. Я женат! Я женат! Люди, это моя жена! О, Господи! А-а-а-а-а! Это моя жена. Моя жена. Моя жена. Вы слышите? Это моя жена! Это моя! Не ваша ничья, а моя. Моя жена не твоя. Не твоя, а моя. Я жена! вот это подойдет хорошо все давай сначала песни и нам некогда давай все оценили высокий уровень импровизации давай гениально игорь ну не когда правда игорь 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 кому плохо единственный человек которому здесь может быть плохо мучительно плохо это я но я терплю аградский аниматор хренов посреди репетиции разлёгся устал видите ли верну позовите кого-нибудь увидите что происходит не дышит не дышит конечно талантливый покойникам на сердце вонять дыхание сделать искусственное ему ну рот в рот ну как вы можете восемьдесят на пятьдесят капельницу давай привет очнулся слава богу ну что игорь анатольевич и часто это у вас что копальное коллаптоидное состояние что слабость тошнота кровохарканье шум в ушах мушки перед глазами резкая потеря веса примеси в стуле кровь слизь темная или светлая не беспокоит нет странно лекарства принимаете нет спите идите мало работаете пьете много у меня репетиция у вас остыновегетативный синдром или внутренний кровотечения может что ибо это у меня спектакль давайте сделаем анализы а там посмотрим слушайте какие анализы куда тихо 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 инь привет ну прости меня пожалуйста ну прости у тебя анорексия моя дорогая из подозреваемой дистрофию и гемоглобин на нуле но ты же не диетолог то что у тебя проблемы с питанием очевидно даже вот работником сферы обслуживания а не то что кандидатом медицинских наук лучше поздравить меня у меня проект принято правда теперь реализовывать его это ты бы лучше думала как реализовать свой материнский потенциал пока тебе не разобьют климакс и нет 30 лет тебе уже 30 и даже если сегодня вечером у тебя овуляция и твои яйцеклетки фантастически повезет встретить какой-нибудь мало-мальски приличный сперматозоид и твой немощный организм сможет забеременеть и ты сможешь выносить этого ребенка и не загнешься от токсикозов и потом еще не забудешь его родить из-за какой-нибудь своей премьеры ровно через девять месяцев и допустим там две недели ты все равно будешь старородящая ты чё так развелась-то да потому что выглядишь как этот узник асвенцима нервное физиологическое истощение не доедаешь не досыпаешь пришла вся какая-то замызганная затюканная и рассказываешь мне о каких-то своих трудовых подвигах вот вот здоровая мужская особь на пике своих репродуктивных способностей не обремененный никакими половыми инфекциями и наследственными заболеваниями звонит тебе звонит интересуется а ты безответственно манкируешь такой генофонд в твоем-то возрасте мы два года уже не можем расстаться и вы два года уже не можете сойтись мне кажется он убьет или меня или себя в итоге нет это вы не моя клиентура вам психоаналитику и надолжи денег конечно одолжу но детей у вас нет на что тратите на презервативы за мудро а Тихо-тихо-тихо-тихо. Я пойду, посмотрю. Ну, как наши звезда. В ударе. Правда, на репетиции все живы вытянул. Такое устроил. Костюмы надо в ямчистку сдать. Надо. Потеют, как свиньи. Постой. Статья о премьере. Тебя хвалят. Костюмы, декорации, свет. Все гениально. А режиссер? Мы, как всегда, говно. Я Могу Без Тебя Я Могу Хмуро Пасмурно Дуэт Дуэт Борей Оставляя Следы На снегу Ты Идешь К остановке Своей След Овальный И точкой Каблук 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 Так сказать Восклицательный Знак Упоитель Упоительна Тема Разлук С Переходом В Табак И Кабак Каблук 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 В не тронет Меня Этот Снег Этот снег и следы твоих ног Не родился еще человек Без которого я бы не смог Здравствуйте Здравствуйте Ну и по костюмам поговорим, да? Рамиля, перезвоню Привет, ты не видела Градского? Он ушел Как ушел? Не знаю, цветы оставил и ушел Понятно Я не знаю, цветы оставил и ушел Твои большие зиски мне мешают ночью спать Твои большие зиски расплылись на всю кровать Ты бибилый, идиот Где ты была? Веришь, веришь, любишь, любишь, чувствуешь? Чувствуешь, чувствуешь А? А? Дура 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 Я понимаю, ты очень хочешь Но я, к сожалению, не могу тебе это позволить Извини, критически Просто правда, извини, голова болит Да, ну, Саша, не могу Есть же какие-то вещи, Саша Саша Ну хорошо, если ты так хочешь Направо Нет, это больше невозможно Мы должны убежать Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Саша, Саша, давай поженимся Зачем? Ну как, будешь только моя Моя жена И так только твоя? Нет, ты всегда где-то далеко Я рядом, параноик И на тебя мало Как будто пью и не могу напиться Удачное сравнение Ради мне мальчика или девочку? Зачем тебе мальчика или девочка? Ну вот я умру А ты их будешь любить так же, как меня Господи, Градский Ты сам еще как мальчик Или девочка Надюша, почему тебя втяните плечами светом? Разве? Ну я же не просто так придираюсь Характерностью ходит Вот это у тебя что за залипука такая коричневая? Мрак какой-то Ты бы купила себе платье такого цвета? Нет А где мост? Я его покрасила Он дома сохнет До сих пор сохнет? Чем же ты его покрасила? Суриком, что ли? Александра Николаевна Можно вас на секундочку Вот я хочу Карниз исправить немножко Вот это убрать И вот это Женечка, милая Ни в коем случае У тебя все отлично Все замечательно Ты бы лучше выспалась Как следует перед дипломом А вы будете завтра? Конечно Куда же я двинусь? Сань Пойди Сейчас приду А чем это тебе пахнет? Лекарства какие-то? Это у нас диспансеризация Что? Человеки все должно быть прекрасно И душа, и тело Слушай, тело меня ждут Что случилось? Помнишь, мы в прошлом году ходили на фестиваль И там был театр из Веллингтона Нет, не помню Здравствуйте Здрасте Здрасте Меня туда пригласили Куда пригласили? В Зеландию Новую? Добрый день Сань Здрасте Здрасте Старую Короче говоря Их у друг У него какие-то русские корни Вторая эмигрантская волна Приехал сюда по делам наследства Пришел в гости к нашему Кудруху Нашего поводил на спектакли Тот увидел меня Все, шок Влюбился Жить без меня значит не может Зовет к себе в труппу Предлагает огромные деньги Так, голубой что ли? Ну почему голубой? Просто проницательный Сань, такой шанс бывает один раз в жизни Какой шанс? Попробовать что-то новое Здрасте Здрасьте Здрасьте Мне это очень важно Я должен туда поехать Я хочу, чтобы ты поехала со мной В Зеландию Да А что я там буду делать? Работать ландшафтным дизайнером у богатых маорийцев? Все что хочешь Будешь рисовать картины Будешь работать в театре В театре? Там есть театр? Да Поехали Слушай, это все так срочно А ну там билеты, деньги А это все не важно, они все берут на себя Поздравляю Поздравляю Поедешь? Ты не даешь мне времени подумать Да или нет Да Что декорация? Еду Нет, Андрей Павлович, ну как же это не я придумал Это же расстройство Это же расстройство Придумал с тросами Ай 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 Отойдите Скорая у нас приехала Не убирай Не убирай Не убирай Не убирай Я не убираю Бардак какой-то Не курите здесь Здесь нельзя курить Только осторожно Ты что не слышишь меня Ребята Несем Скорая приехала Осторожные головы Хорошо Держи Давайте Поднимай На мозг Положи себе Ребята Осторожно Голову Осторожно Голову Монтировщики Прием Вы что сдурели Человек мозгом на изланку А вы на него пенопласт цепите Ребята Вы живы? Вот так Вот так Молодец Молодец А че им тут пахнет? Травка что ли? Да Это ребята на вкусняках курят Не понял Нет Да ладно Блигин Николаевич Перенервничаешься Стресс Так Понимаете Ну Александра Пойдемте Куда? Пойдемте Стресс Нефть Уберите Уберите это оттуда Уберите я говорю Простите Юрий Борисович Простите Ну что вы Ну вот видите Уберите 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 Меня Чтобы мне Такого сделать Из больного Чтобы мне Такого сделать Из больного На, 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 на Твой велик? Работаю тут. Да работай, я говорю велосипед твой. Мой. Че ты врешь? Кто-то же выкинул, ты подобрал, взял себе. Мой велик. Везет тебе. Я всегда хотел на таком в детстве прокатиться. Дай прокачусь. Мой велик. Один раз туда-сюда. Работаю тут. Давай на перегонки. Я еду. Ты бежишь. Мой велик. Мой велик. Давай, 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 давай. Мой велик. Мой велик. Мой велик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я понял, все плохо, да? 4 утра Саша, не хреново Понятно Я просто, я просто гулял 6 часов подряд, в рваных штанах, с окровавленными руками? Я думал о Тиме Ты думаешь, я с кем-то был? Да я рад был С кем? Хватит уже, ну сколько можно? Ты мне достал Я рад был Малу больше Не помогает Это ненадолго Пройдет Ты же меня стесняешься? Чего я не понимаю, что ли? Правда Саня, у меня ничего нет У меня даже тебя нет Мы с тобой не вместе Ну правда, ну Саня, ну это все какая-то фикция Ну правда Ну зачем я тебе? Ну зачем? Ну честно Талантливых люблю Талантливых любишь? А если я бездарный? Если я бездарность? Зачем тебе? Зачем тебе? Убогая, нищая бездарность? Ты уехать не хочешь, остаться не хочешь, жить со мной не хочешь Ты как эта собака на сене Да чего уж там, сука Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не помню Как это не помню? Саня, у тебя экзамен Давай Я принимаю, не сдаюсь Так, ну О, так, стоп Саня, давай как будто я в булочную пошел за хлебом и вернусь через 15 минут Что купить? Что? Продукты какие? А, ну хлеба Так Бородинского Так Масло сливочное заканчивается, сахар, песок, арфенат не бери, печенье овсяное и сыра адыгейского что ли, если денег хватит Хватит Все Иди, иди Шоколадку купить? Только если черную Что? Молочную не бери Ну давай иди, иди, опоздаешь Иди, иди, иди У меня покупают ПЕСУ Музыка В теме своего дипломного проекта я решила сделать пьесу Федерико Гарси Лорке «Кровавая асфальба» Больше всего меня привлекли искренность и бескомпромиссность главных героев. Невеста убегает со свадьбы с Леонардо, потому что она его любит. В ее поступке есть много такого, чего нет в нашей современной жизни. Это любовь вопреки всему. У Лорки есть фраза. Любовь живет в устах, изрытых жаждой. Ощущение засухи, неутоленности чувств, основополагающие в этой истории. Дом невесты я сделала таким замкнутым пространством. Некий колодец, колодец тоски и угасания. Но внутри этого колодца есть страсть, которая прорывается наружу. Когда невеста убегает со свадьбы вместе со своим возлюбленным, и гости бросаются за ними, в этот момент рушится устои и рушится реальность. Они убегают в лес. Они бегут, и ветки деревьев сплетаются в тонкий узор кружевной мантильи, через которую проглядывает смерть. У Лорки смерть может наступить как от пустоты, так и от переизбытка прекрасного. АПЛОДИСМЕНТЫ Фактурить надо. Фактурить? Сегодня? А когда же еще? Так ведь нет никого, Александра Николаевна. А где все? Все. На рынок уехали? За материалами. А кувалда есть? Кувалда? Кувалда. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так... Так... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не знала, что интересуетесь этим жанром Это не я Это мои строители Молдаване интересуются Да? Да Кстати, вы их вино выпили? Правда? Да Не может быть Может... А, нет... Еще что-то есть Ну, за что пьем? За Молдавию, конечно А, ну, конечно Молдаване интересуются... Молдаване интересуются... Если Бог нас сейчас видит, то наверняка смеется Улыбается в усы Вы думаете, у Бога есть усы? Думаю, у него нет времени бриться На что же он тратит свое личное время? Ну, сидит, смотрит, как вы безуспешно пытаетесь меня соблазнить Мне кажется, это потому, что вы недостаточно алкоголик, Саша Скорее всего, это потому, что вы недостаточно прелюбодей Перестаньте называть меня на вы Вы вообще голая Сами перестаньте Саша Я пойду Саша А зачем ты приходил? Ну, в смысле, сегодня Забыла А, я же денег хотела занять Меня из квартиры выселяют Живи здесь Зачем? Я люблю тебя Зачем? Я люблю тебя Оф, до амни, до амни, а шам сатраты где лукру, а шав релокасы, а сабе он пахарде джина, а с манэнко букадде брынзы Выдар Как дела сплотязка? Ну, шти Ну, шти Ну, шти Выдар, щи свочем куфемия с тайгуала А с трансфором им партия дряпта сау инстинга Ну, шти Ну, шти Ну, шти В какой цвет стены красить? Чё? Ну, хозяин сказал у вас спросить, в какой цвет будем стену красить А, я сама покрышу А Сама До свидания До свидания Да, как звериная такая любовная сцена, квартет любовный Да, и молнии, и молнии бродят молнии и появляется ритм, ритм там Внутри 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 Раскачивайте Да 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 Два Покнигивайся Покнигивайся И Два 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 И давай, Ира, заводись Заводись Поднимайся Герми выходит на тропу войны Герми Да 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 Так работаем Работаем Нарастает Пошли Давай Отходи Давай Любовь своя Устала ты блуждать Но признаюсь, что сбился я с дороги Идём Не хочешь не прилечь и подождать Чтоб новый день Просеял все тревоги Что это такое? У кого это? Я спрашиваю, что это? Мы же репетируем Александра Кажется у вас У меня? Извините Ну привет, истерик Что случилось? Где он? Кто? Где эта скотина? Какая скотина? Я его убью Кого? Градского А, так он же в Зеландии Какой нахер в Зеландии? Я что похож на идиота? Его все ищут Репетиции накрылись Замены нет Он же, сука, незаменимый Вчера спектакль отменили Он что бухает? Мне-то можешь сказать правду? Что ты покрываешь? Слушай, я тебе правду говорю В Зеландии Это что, сериал такой новый про ментов? Он решил бабло зарабатывать, сниматься? Кир, слушай Ты, ты только успокойся, ладно? Да не надо меня успокаивать Ты ему передай Передай ему Что я святой Я буду еще его Выгораживать пару дней А потом он просто вылетит из театра Навсегда Его даже в аниматор не возьмут Передай слово в слово Александра Александра У вас все в порядке? Кирилл, постой! Инга Зурабовна, можно к вам? Угу, заходи Так Все очень хорошо Так Ладно, давай тогда Вставай Иди, одевайся Выйдешь, я тебе потом все расскажу Иди-ка сюда смотри Близнецы 24 недели Лежат очень хорошо, продольно Только они так вот тесно друг к другу Что кровеносные сосуды Плаценты у них немножко срослись Вот получается, что этот вот малыш, который вот слева Он живет за счет другого Как это? Ну так Это синдром переливания крови называется Ну а в жизни Сейчас выйду В жизни такое вообще сплошь и рядом Один живет за счет другого А ты зачем пришла? У тебя задержка? Да нет, Инн Игорь не уезжал в Зеландию Ну и куда же это он у нас подевался? А я тебе знаешь что скажу? Черт с ним Ты что не понимаешь? Это ты не понимаешь У тебя только-только стало проходить это Аниме твоя Круги черные под глазами Понимаешь, Игорь не уезжал в Зеландию Как я вообще могла поверить в этот бред? Ну это давно было понятно Потому что только такая дурочка как ты могла в это поверить А в каком смысле? А ты? Ты-то чего? Ну а что я? Что я? Я подумала между прочим молодец мужик Потому что от тебя только так вот и можно Сбежать через Зеландию Потому что напрямую вот так не получается Ну ладно, ну слушай, ну успокойся Ну может быть он, я не знаю, ну с бабой куда-то там с какой К родным Да нет у него никого Мама два года назад умерла Ох, ну я не знаю Ну найдем мы его Больницы вот эти все подымем Морги все подымем, найдем А почему сразу морги? Морги все подымем Морги все подымем Морги все подымем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Господа, здравствуйте. Простите, извините, пожалуйста, я просто самая не местная и… Простите. Алло, Инга, привет. Нашла? Где? – Александра? – Да. – Держите. – Ой, спасибо. – Спасибо. – Я Рубен Михайлович. А Инга вас точно описала. Дефицит веса, анемия, слабые сосуды, нервное физическое истощение… Вы мне тоже сразу понравились. Знаете, лучше бы я Инге понравился. Весь пятый курс за ней бегал, как мальчишка. Гордая была. Сказала, как отрезала. С троечниками не встречаюсь. Да вы и не волнуйтесь, Александра. Опухоль быстро обнаружили. Организм молодой, я думаю, справится. Вообще, знаете, я думаю, что все это психосоматика. Ну вот, к примеру, от чего у человека живот болит? А живот у человека болит от обиды, от самоедства, ну и от страха, конечно. Не соответствовать или потерять кого-то. А может, человеку просто не хватает любви. Вас Роза Маратовна ищет. Да, сейчас буду. Извините. Да, Роза Маратовна, хорошо, сейчас буду. Ну все, дальше сами, 305-я по коридору. Да, я уже иду, Роза Маратовна. Конечно, все сделал, да, все анализ готовы. Или рубил? А, или рубил, норме. Ну все на месте, сколько было? Да, у меня все примерно все. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Отчитываться! Слушайте, я вам сказала, что зайду попозже. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Да, знаю. И чё скажи, ну, у ней? Настоящие. Обалдеть. Не, ну ты чё, прям правда, вот, артист. У тебя прям в трудовой книжке написано артист. Да, представляешь, так и написано. Артист. И чё, и ты в кино снимаешься, да? Нет. Кино говно, я театр люблю. Так, я не поняла. Градский, а что вы тут делаете? Лежу. А чё это вы лежите-то? Не на курорте. Так, собираемся и на выход. Не понял. А что непонятного? Выписываемся. А что, разве Ирбен Михайлович вам ничего утром не сказал? Нет, ничего не сказал. Не ваши это анализы перепутали. Ну, бывает. Сплошь и рядом. Так что поздравляю и давай-давай-давай. Так, извините, наверное, какая-то ошибка, я никуда не пойду. Что значит не пойду? Нет, вы знаете, сколько государства в день тратит, на койко место? У нас люди вон в коридорах лежат. Нам здесь здоровые не нужны, у нас под больных навалом. Послушайте, послушайте, у меня рак желудка. Я сдавал анализы, я здесь лежу и жду назначения на химиотерапию. Вы что, издеваетесь надо мной? Нет, у вас ничего, слава богу. У вас язва. Понимаешь? Язва. А это у каждого второго. Так что, давай навык. Нет, вы меня простите, здесь какая-то ошибка. Так, хорошо. Идем к Рубену Михайловичу. Живопись берем. Хорошо. Артисты. Александра, здравствуйте. Здрасте. Слушайте, у меня для вас хорошая новость. Здоровый аж Градский. Как это? Да, представляете, анализы перепутали. У нас есть Градский и 48 лет, здравствуйте, и Градский и 29. И вот тот, который 29, язва, опухоли нет. Представляете, бумажки перепутали просто. Ну, как же так? Нет, 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 ну, язву тоже надо лечить. Лучше народными, зверобой попить, шиповник, сок картофельный. А апельсины? Апельсины нельзя. Да, да, иду. Я сейчас. Ну вот, Градский, подлечились у нас. Оздоровились. Еще и выписывайтесь с хорошим диагнозом. Да, спасибо. Простите, можно у вас телефон попросить девушке позвонить? У меня деньги кончились. Да, конечно. Но только я вашей женщине уже все сказал. Она все знает. Как знает? Ну, да, оставила апельсины и ушла. Как ушла? Куда? Не знаю. Это ваша женщина. Домой, наверное, пошла. Готовить что-нибудь диетическое. Саша! 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 Послушайте, Градский, ну, не ломайте раму. Не умерли от рака, умрете от пневмонии. Рубен Михайлович, ну... Ну, а что? Ну, все умрут. Вы умрете, я умру. Одна Роза Маратовна будет жить вечно. Да, Роза Маратовна. Слушайте, ну, у меня здесь такие страсти. Капути, обликаем. Митя, Митя, открой! Митя, открой, ну, пожалуйста! Дмитрий Николаевич, вы меня простите, пожалуйста. Простите, я... Дмитрий Николаевич! Дмитрий Николаевич, откройте! Дмитрий Николаевич! У меня с вами все по-другому. Жизнь значится, без черновиков. У меня, как в плане же, боль и кровь, мозги всмятку, сердце налево, печень направо. Откройте. Ты, Митрий Николаевич, ты самый лучший человек на свете. Вы самый шерстяной. Ой, не могу больше. Потому что не надо со мной спорить. Да уж лучше не спорить, да. Я шутка Майкла Феллбса от Вирджини и Диди не может лечить. Кого? От Вирджини и Диди. А кто это такие? Да, приехали, приехали. Саша. Здрасте. Я лекарство от аллергии на хлорку хотела занести. Сама остыла что-то. А что, есть такое лекарство? Моя лекарство от аллергии на ленке... Моя лекарство от аллергии на ленке... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привези его домой. Оказался он живой. Саша, иди в жопу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мне после тебя вообще все пофигу. СПИД, рак, гангрена, инопланетяне. Я вообще бессмертный. Такую заразу, как ты, никакой химиотерапии не вытравишь. Ни в каком хосписе от тебя не спрячешься. Резекция лучевая. О том свете от тебя не скроешься. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова